МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости 24 продолжает эфир телеканала ННТ в студии. Хадижа Курбанова, здравствуйте. Прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Кому и как выделили земли под строительство вокруг Ак-Гёля? Законность выдачи участков у озера проверят в Дагестане. Российские дипломы будут иметь срок. В правительстве страны обсуждают новые правила выдачи документа, отражающего уровень знаний. На родину с золотом из Сербии триумфаторов чемпионата мира по боевому самбо встречали в столичном аэропорту. В правительстве региона произошли кадровые изменения. По данным газеты «Дагестанская правда», Сергей Меликов сократил количество первых заместителей руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан до одного. Сегодня в СМИ также появилась информация о том, что свой пост покинул первый замруководителя администрации главы и правительства Артур Исрапилов, а следом за ним еще один первый замруководителя Владимир Деребянко. Официального подтверждения информации пока нет. О причине возгорания нефтяной скважины в Ногайском районе рассказали специалисты Росприроднадзора. По их данным, на объекте не следили за контролем техсостояния скважины. Напомним, авария произошла 21 октября. Спустя несколько дней в региональном МЧС заявили, что целесообразнее остановить тушение, так как оно может привести к еще большим последствиям для экологии. В Росприроднадзоре также отмечают, что в воздухе и почве вокруг скважины наблюдается превышение по ряду показателей. На это указывают анализы взятых труб. В Дагестане проверят, насколько законно выделялись земли под строительство вокруг Акгёля. Законность выделения участков попросил проверить глава Ленинского района Махачкалы. Данный вопрос обсуждался на заседании республиканского правительства. Там говорили о мерах по спасению высыхающего водоема. По его словам, многие распоряжения, выданные Махачкалинской мэрией на земли вокруг озера, могут быть выданы лишь с нарушениями закона. Если эти факты подтвердятся, необходимо будет прибегнуть к отмене распоряжений, подчеркнул чиновник. Российские дипломы о высшем образовании могут обрести срок годности и стать дипломами по требованию. Об этом заявил специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков. Речь идет о документе, который будет отражать реальный уровень знаний человека на момент предъявления. Эксперт назвал абсурдной практику выдачи дипломов на всю оставшуюся жизнь, так как невозможно гарантировать, что полученные выпускникам знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий. Власти Дагестана определили, сколько семьи будут платить за коммунальные услуги в 2021 году. Размер платы не должен превышать 22% от общего семейного дохода. При этом стандарт жилплощади на одного человека составляет 18 квадратных метров. Напомним, что в республике с Нового года вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Рост окажется одним из самых высоких в стране. На портале Госуслуг теперь есть сервис для медиков, борющихся с COVID-19. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. На сайте они смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также написать замечания по отсутствию или дефициту лекарств, СИЗов или недостаточной оснащенности больниц с койками. Сервис доступен для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. В Дагестане проходит второй форум некоммерческих организаций Юга России. Мероприятие объединило власть, бизнес-сообщество и общественных деятелей. Они рассмотрели проблемы взаимодействия государства и бизнеса после пандемии. В республике насчитывается порядка трех тысяч некоммерческих организаций. При этом значительную часть составляют благотворительные. В период пандемии, по словам министра по национальной политике, большое развитие получило волонтерское движение. Он напомнил, что в регионе также продолжается активная регистрация религиозных объектов и религиозных общественных организаций. В Дагестан с золотом из Сербии триумфаторов чемпионата мира по боевому самбо встречались сегодня в Махачкалинском аэропорту. Напомним, что в минувшие выходные на первую ступень педестала престижных соревнований поднялись двое дагестанцев. Тему продолжит Курбан Рагимов. Дружеские объятия и теплые слова. Такой поддержки на чемпионате мира в сербском городе Новий Саду спортсменов не было. В зале по известным причинам трибуны были пусты. Сами соревнования до последнего были под угрозой срыва, рассказывает Султан Алиев. 36-летний самбист школы единоборств имени Ахмедова завоевал золото во второй раз. Тем самым он выполнил норматив заслуженного мастера спорта и завершает карьеру с чувством выполненного долга. Приехали уже на чемпионат мира. И там тоже нас не выпускали гостиницы, только зал или гостиницы. Конечно, мы готовились, тренировались. Но было нелегко. От того, что я как бы на чемпионат мира очередной попал, не хотел подвезти своих родных, близких, земляков. Честно сказать, я уже столько лет вдвоем сам выступаю. До сих пор они по каким-то причинам займись не вручали никак. А вот после этого мира уже железное заслужил заслуженный мастер спорта. Разделить радость победы с чемпионами приехали их самые близкие и преданные болельщики. Это родные, друзья, представители Минспорта и Федерации Самбо Республики. Все они следили за событиями у экранов и с замиранием сердца ждали эту победу. Республика Дагестан за последние вот эти три месяца буквально за короткое время нашему большой радости заработала где-то 300 золотых, серебряных и бронзовых медалей. За короткое, буквально за три месяца, которые нам по болезни, которые нам дали, заработали столько медалей, сколько мечтает многие государства заработать. И один из них, наши ребята, сегодня прибыли сюда в аэропорт. Мы встречаем их. Триумф на чемпионате мира скромный Мухтар Гамзаев считает заслугой своих наставников. Ученик заслуженных тренеров в России Зайнулава и Расула Гасанхановых во второй раз становится лучшим самбистом планеты. Махачкаленец уверенно добрался до финала, где вначале он уступал сопернику из Узбекистана. Однако в своей победе Гамзаев не сомневался ни на секунду. Настраивались на сходку, как на каждую сходку, как на финальную. Мы ехали только за полей до туда. Но, конечно, из-за коронавируса было тяжело и вообще дома тренироваться. И отменяли, потом опять делали. Удрался с киргизом, второй с французом. И финальная схватка была с Узбеком. Да, был крепкий парень. 2-0 я ему проигрывал, но я сохранял хладнокровие. И верил, конечно, все, что я выиграю этот турнир. И не поддался панике. Помимо двух золотых медалей, дагестанцы привезли домой еще одну бронзовую. Ее обладателем стал Загид Гайдаров. Останавливаться на достигнутом команда самбистов не намерена. В планах небольшой отдых, после чего начнется подготовка к новому сезону. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Минспорта Дагестана предложили назвать Каспийский стадион труд именем олимпийского чемпиона по вольной борьбе Владимира Юмина. Сейчас спортивный объект ждет капитальная реконструкция. Строительство запланировано в два этапа. На первом будет построено административное здание и четыре теннисных корта. А на втором этапе возведут футбольное поле с трибунами на 3000 мест. Проложат беговые дорожки и другие площадки для игровых видов спорта. По словам руководителя спортивного ведомства Магомеда Магомедова, Владимир Юмин, как никто иной, заслуживает, чтобы этот стадион был назван его именем. Титулованный вольник, почетный житель Каспийска. С юношеских лет он жил и тренировался в этом городе, а также работал на заводе Дагдизель. Мы выступаем инициативой. Присходит стадионное имя Юмина Владимира Сергеевича. Прославленного дагестанца, Олимпийского чемпиона. И мы надеемся, дагестанцы, особенно Каспийчане, поддержат нас с этой инициативой. Завершить реализацию инвестпроекта планируют до 2022 года. Напомню, что прежде спортивный объект находился в собственности завода Дагдизель. Но благодаря усилиям руководства региона стадион удалось закрепить в собственности Минспорта Республики. Объект после капитальной реконструкции станет народным, то есть бесплатно доступным для горожан. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. Благодарю за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова